Дома! Дома! Смайлев! Что такое? Ну куда ты пошёл в обуви? Я попить хочу! Меньше надо было в самолёте виски лакать! Ну отпуск же, ну что ты начинаешь? Смайлев! Ань, это что? Куда? Хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Тише, тише, тише. Запоздали вы с рождением. В каком смысле? Инквизиция ваше время. Пытки у вас хорошо получаются. А ну-ка, приподнимитесь. Так. Больно. Хорошо, хорошо. Как говорил мой тренер, всё самое ценное даётся через бой. Вы, наверное, борьбой занимались? Или штангой? Биатлоном. А ну-ка ещё разок. Так. Предусмотрительно. Что? И больно. Умейте делать. И от наказания убежите. Если вы только знали, Никонов, как я устала от вашего ворчания. Да. Серёга, привет. Как у тебя? Нормально. Николай Владимирович. Такое странное дело на наших упало. Мы с женой с командировки приехали. Заходят на кухню, там лужа крови. Эксперты говорят, литра три не меньше. Наши вокруг всё прочесали, трупы не нашли. Ну, формально так дело завели, конечно. Пропажет курские драгоценности. Ну, ты знаешь, это тупик. А нам глуха, сейчас просто как геморрой взадится. Ну, у тебя же есть свободное время. Ну, глянь там на досуге. Да уж. Времени у меня много. Скрипкова, с материалами я тебе уже прислал. Всё, приехали. Материалы. Ну, это чудесно. Тогда до связи, товарищ полковник. Хорошо. Сергей Юрьевич, вот материалы, дело. Так, так, стоп, подождите. Подождите, мы ещё не закончили, мы договаривались. Мы уже закончили, спасибо вам. У меня делала за студентом. А у меня работа. У вас дети есть? Нет. А муж или парень? Нет. И что, вам не с чем заняться? Вот если бы вы умели терпеть боль так, как вы умеете хамить, вы бы уже через месяц встали на ноги. Увидимся завтра. А, она зачётная. У нас на курсе одна такая красавица. Ты всё сказал? Извините. Вот. Протокол 123-17, улица Пушкина 23, квартира 40. Хозяева Смалевы вернулись из отпуска, на кухне обнаружили большую лужу крови. Эксперты говорят, кровь появилась часов за двенадцать до их приезда. За заключение экспертов, потеря такого количества крови несовместимо с жизнью. Но труп не был найден, они перерыли всё в радиусе квартала. Глухо. Вот. Посмотрите. Если труп был и он не найден, значит было как минимум два злоумышленника. Один из них труп, а другой тот, кто этот труп убрал. Ну да. Значит так, отправляйся туда, приедешь наберёшь. Сергей Юрьевич, я тут подумал, вам столько техники презентовали. Давайте использовать современные гаджеты, это куда продуктивнее. Я буду стримить с места событий, я вам на машину поставлю софт, у меня есть планшет. Студент, ты можешь по-человечески говорить? Я вам сейчас всё покажу. Вот, это и есть стрим. Вы видите меня, а я вижу вас. Двадцать первый век. Вы что, нас снимать собираетесь? Да. И куда вы это транслировать будете? Да. Следователю. Ну и где твоя картинка? Слушай, выбрасывай нафиг эти свои прибамбасы и давай связь по телефону держать. А сам он приехать не может? Нет, не может, он... О, готово. Скрипков к работе готов. Сергей Юрьевич, это хозяева, супруги Смалевы, Анна Смалева и как вас зовут? Валера. Валерий Смалев. Вот, это их гостиная. Сейчас будем передвигаться на кухню. А это их кухня. Здесь была обнаружена кровь. Ну и где точно была кровь? А, где была кровь? А, вот здесь. Вот. Такое огромное было пятно. Мой муж на нём подскользнулся и упал. Да-да, я пошёл водички попить и под... Сергей Юрьевич, смотрите, здесь ещё окно. На подоконнике были обнаружены царапины. Больше следов нет. Загляни под подоконник. Понял. Заглядываю. Пятно крови сфотографируй. Крупным планом. Ок. А, вот, я ещё что сказать хотела. Я уже указала о пропавших драгоценностях. Так вот, сегодня утром я перебирала постель и у нас простыня пропала. Возможно, это мелочи, но... Взяли на упаковочный материал. Что? В простыню завернули труп, когда вытаскивали его через окно. В мою простыню? Большая кровопотеря, кровь просочилась на подоконник. Подоконник вытерли, но в торопях. И под ним остался след. Так, давай дуй на улицу и перерой всё там под окном. Понял. Конец связи. Сергей Юрьевич, меня слышно, видно? Да вижу тебя. Я нахожусь прямо под окнами Смалевых. Вот, их окна пятый этаж справа. На асфальте следов крови или ещё каких-либо следов не обнаружено. А ну-ка, покажи мне ещё разок фасад. Фасад, вот, возвращаемся к фасаду. А что там сбоку? Где? Пожарная лестница. А, да, справа. Поднимайся выше. Куда? Наверх? Сергей Юрьевич, страшно. А на ментане страшно было идти учиться? Так, давай лезь. Я тогда отключаюсь. Если долезу, то включусь. Сергей Юрьевич, дальше лестница заканчивается. Выше только крыша. Вот, показываю. Снимай стену. Выше лестницы. Покруг голая стена. Сверху, справа. Стоп. Опусти планшет ниже. А, похоже на крепёж для лестницы. Сделай общий снимок и на почту мне скинь. И достань ту штуку, которая торчит. Сергей Юрьевич, я не скалолаз, я не уверен, что у меня получится. Так, давай лезь. Хорошо. Вот свяжусь с вами, как только закончу. Конец связи. Сергей Юрьевич, чуть с лестницы не грохнулся, но достал. Вот. Это крюк. Значит так, свиналась. Сейчас идёшь на крышу и оттуда свяжешься. Сергей Юрьевич, я думал перекусить немного. Я тебя потом накормлю до отвала. А сейчас выполняй приказ. Понял. Конец связи. Вот вы и приказали. Отпереть люк. А моё начальство наоборот. Запереть, вот значит. Так. Ну это ж, ребятня, да. Наркоманы всякие не шастали. Так. А ну. Опа. Есть. Снова на связи. Вон и хорошо. Выхожу на крышу. Там подъезды, обсыхать у нас этого нет. Только я не понял. Ты откуда? Из ментуры или из телевидения, а? Сергей Юрьевич, на крыше чисто. Никого нет. Не так быстро снимай, Тарантино. Что мне дальше делать? Стоп. Тарантино. 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 Продолжение следует... А на запястье трупа следы сведённой татуировки. Вам с сахаром? Без. Слышишь, студент, а ты сам перекусил? У меня там в холодильнике сыр, колбаса есть. Спасибо, не хочется как-то. Что, труп аппетит перебил? Ничего, привыкнешь. Скоро будешь определять по запаху трупа время смерти. Да ладно, шучу. Значит так, проникли в квартиру и ушли из неё через окно, это очевидно. С трупом сработали на парадоксе. Вход на чердак заперт и искать на крыше не станут. Ты труп хорошо обыскал? Конечно. Карманы спортивок, кенгурушки, ёлки. Чуть не забыл. Студент, ты точно не забыл? Честное слово, Сергей Юрьевич. Тогда вопрос. Почему тот, кто тащил труп на крышу, не взял драгоценности себе? Может, второй в спешке не успел обыскать труп? Привет, Лёв. Как дела? Ничего, Сергей Юрьевич, я вот зашёл, думал, может, в шахматишки перекинуться. А вот этот ангельский напиток, который нас так порадовал вчера, он присутствует в доме или переведётся? Ну да, посмотри там в буфете. Конечно, конечно. Да, вот, вот, именно он. Ничего лишнего, золотая середина. И настолько точно, я чуть не выиграл вчера. Чуть не считается. Тоже правильно. Так, послушайте, я жду, когда Сергей Юрьевич с этим всем-то тут закончишь. Моих книг нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Юрьевич, это, конечно, не моё дело, но вы с соседом играете в шахматы? Да, студент, это не твоё дело. Я вырос в этой квартире, а с Лёвой у меня прошло детство. Круто. Так, на чём мы остановились? Я звонил криминалистам, отпечатков на следах крови под подоконником не обнаружились. Предварительно, эксперт сказал, что ранение на шее трупа, скорее всего, было нанесено чем-то вроде мотыги. Мотыги? Мотыги. Троцкий. Что Троцкий? Лёву зовут Лев Давыдович. В детстве мы его дразнили Троцким. Какое это отношение имеет к делу? Троцкого убили ледорубом. Костыль, ледоруб, всё сходится. Предположим, что в квартиру Смалевых проникли грабители с навыками альпинистов. Значит... Кирлана на шее трупа тоже может быть от ледоруба. Сергей Юрьевич, вы гений! Да перестань! Ну, Сергей Юрьевич, это так просто и гениально! Слушай, уже поздно, мне нужно поработать. А ты, уходя, там свет погаси. А где он? Спокойной ночи. Доктор Боль, а что вы скажете об этом? Только сознание не теряйте. А вы меня спиной чувствуете? Парфюм бы что знал. Можно взглянуть? Глубокая рваная рана. Вероятнее всего, повреждена артерия. При таком характере ранения шансов выжить очень мало. Мы можем приступить к нашим процедурам? У меня не так много времени. Так, понятно. Дверь, как всегда, открыта, поэтому я самовпустился. Так же, как и я. Значит так, студент. Я говорил с управлением, нам на это дело дали 4 дня. Нужно уложиться. Рабочая версия такая. Злоумышленники влезли в квартиру, грабануть хату не успели, произошла ссора. В итоге, труп. Труп потащили через окно. Внизу кто-то спугнул, труп закинули на крышу. Основные улики. Костыль в стене, труп на крыше. Рана от ледороба. Ищем профи-альпинист. Пока хоть что-то не узнаешь, не появляйся. Ясно? Ясно. Полетел. Теперь-то мы можем начать? У меня, правда, немного времени. Да, конечно. Проходите. Продолжение следует... Да. Протокол вскрытия тела. Заключение. Кровь, найденная на кухне, совпадает с кровью тела на крыше. Есть подробный анализ крови. Распечатайте. А что? Пожалуйста. Хорошо. Работаем, работаем. Быстрее. Молодцы. Давай, давай, быстрее, быстрее еще. Добрый день. Я из милиции по поводу консультации. Скажите, у кого-то из ваших есть такой? Раритетный крюк. Сейчас таких уже не выпускают. У Градова вроде был такой. И у Махнача. А в чем, собственно, дело? Скажите, а где я могу найти Градова или второго этого? Махначко-то вышел. А Градов? Саня, Градов! Да. Тут у тебя из милиции. Из милиции? Можно? Что-то произошло. Скажите, у вас есть такой? Да, это скальный крюк. А в чем дело? Скажите, а можно посмотреть ваше снаряжение? А это квартира ваших родителей? Почему вы спрашиваете? Да так. Видела фотографию двух пожилых людей. Ваш отец, он в форме, он... Давайте оставим в покое моего отца. Ну, если это для вас такая неприятная тема, хорошо? Да, да, товарищ полковник. Хорошо. Сейчас. Я помогу. Тихо. Вот он, наш красавчик-труп. Лисе-девиз, домушник по кличке Бевень. Две ходки профи. Но он же не альпинист. Черт. Да как же это включить? Что там? Привет, Серега. Здравствуйте. Поздравляю тебя с опознанием. Уже пол дела сделано. Да вопросов меньше не стало. Напарника надо искать. В том-то и дело, что у Бивня была одна особенность. Ну, почерк, что ли? Работал только сам. На дело один. Ну, принцип такой. Так что копай-копай. Удачи тебе. Спасибо. Расстался с принципом, расстался с жизнью. И почему ты, Бивень, в этот раз пошел на дело не один? Спасибо, доктор Больф, за помощь. Можете называть меня Аней. Аня. Что за бред? Крюки, они лежали здесь, в мешочке. Или друг пропал. О, Олежка, ты не знаешь, кто-то рылся в моем шкафчике? Нет, не видел. Да что ж такое, я не знаю, так вы или не пропали. Это вы Мохнач? Я Мохнач. Скажите, у вас случайно нету такого крюка? Есть крюк. Вот, пожалуйста. Вот мой крюк. Вот ледоруб. Вот. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Это я! Разрешите доложить? Задание выполнено. Альпинистский клуб в городе всего один, Эверест. И в этом Эвересте у некто Градова пропало снаряжение той же самой марки, что мы ищем. Можно? Но, к сожалению, у Градова есть алиби. И по поводу крюков или дорогу он говорит, что прям мистика какая-то. Никому не давал, просто пропали из шкафчика. Я его подробно с пристрастиями расспрашивать не стал. Решил, что лучше посоветоваться с вами. Прогрессируешь, студент. Думать начинаешь. Стажер. И действительно прогрессирую. Вот вам доказательства. Буквально полчаса назад, выходя из клуба, я видел, как туда входила... Не пугай. Анна Смолева. Вот она что. Значит так, студент. Езжай к Смолеву и доставь мне эту Анну. Ну скажи, что нашлись драгоценности и нужно произвести опознание. А мне вернут наши чисто драгоценности? Разумеется, как только расследование закончится. Ну ладно, проходите. Я буду готова через пару минут. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Да что за хрень? Может, вирус посхватил? Не обязательно. Вы когда его последний раз чистили? Перед отпуском. Ну вообще, пыль я регулярно протираю. Не-не-не. Я имел в виду реестр, кэш, дефрагментацию диска, когда последний раз сделаны. Ага. А вы что, разбираетесь? Ну да. У меня есть с собой программа, которая сама все почистит. Я вас прошу, никак не справлюсь. Спасибо. Может, чайку? С удовольствием. Во. Я готова. Одну секунду. Все. Погодите, а как же чай? Спасибо. В следующий раз. Да. Это все мои украшения. Вот эту брошку мне мама подарила. А вот это кольцо муж на юбилей свадьбы. Скажите, а что связывает вас с клубом Эверест? А в чем, собственно, я вам помогаю составлять бухгалтерию? Послушайте, а откуда вы вообще об этом знаете? Работа такая. И часто там бываете? Да нет. Раз в месяц. А там работ не очень много. Членские взносы, спонсорские вклады, бюджеты экспедиции, все. Скажите, а с кем конкретно из клуба вы общаетесь? Сгородовым, Саша. А он экономист по основной профессии. Ну, а я ему помогаю составлять отчеты налоговой. Спасибо. Гражданка Смалева, у нас есть основания подозревать, что один из злоумышленников, проникший в вашу квартиру, альпинист. Скажите, а у вас со всеми в клубе хорошие отношения? Может, вы кого-то подозреваете? Да это вообще ни с кем не общаюсь. Ну, по работе только. Да нет. Некого мне подозревать. Ну, хорошо. Если что, звоните. Ой. До свидания. Градова раскручивать надо, может, даже жестко. Это я вижу, прогрессируешь семимильными шагами. Начинаешь думать каждые пять минут. Давайте я вам кое-что покажу. Усмалевых ком барахлил, и я вызвался помочь. У меня всегда с собой на всякий случай есть флешка с тим-вьюером. Ты можешь по-человечески говорить? Это программа дистанционного управления. Я теперь могу через ваш компьютер залезть в их компьютер. Я могу даже через их веб-камеру посмотреть, что у них дома происходит. А у них есть веб-камера? Наверное. Я не обратил внимания, если честно. Прогрессируешь, говоришь? Хорошо, давайте удалим тогда программу. Нет, стоп, стоп. Ты лучше покажи, как эта фигня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эй, студент. Стажер! Я! Значит так, пока мы будем ждать восстановления удаленных файлов, попробуем узнать, почему Бивень взял с собой впервые на отдел напарника. Ну и почему драгоценности остались у Бивня. Второе, нам нужен допрос Градова. Но предъявить нам ему нечего. Это точно. Но он-то об этом не знает. Сейчас наберешь Градова и предложишь неформальную дружескую встречу в кафешке. И что? Ну предложишь ему замять дело. В смысле замять дело? Ты чего моргаешь? Ну вы мне моргнули, и я вам моргну. Ну как можно разбираться во всем этом и так тупить? Да вы объясните мне по-человечески. Скажешь Градову, что он проходит по делу Смалевых, как подозреваемый. Но ты за взятку можешь эти подозрения с него снять. Если Градов причастен к делу Смалевых, он на это клюнет. И реально тебе предложит за это деньги. Это гениально. Сергей Юрьевич, ты не вон. Да тут я, тут. Задолбался своими гаджетами. Привем, привем. Сергей Юрьевич. Что с вами? В ухе стрельнуло. Может он врача вызвать? Нет, спасибо. Примесите, пожалуйста, кофе. Спасибо. Здравствуйте. 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 Спасибо большое, что пришли. Я вас попрошу только, если можно, сразу к делу, потому что... Да. Распрешу. Конечно. У меня будет несколько вопросов. Камеру выше подними. Скажите, вам удалось найти набор своих крюков? Честно сказать, нет. Я не знаю, это какая-то мистика. Мы просто обыскали весь клуб. Спроси у него о Смолеву. Знаете ли вы Анну Смолеву? Добрый день. Смолковой. Да, она у нас подрабатывает бухгалтером. У нее не основная работа. Вижу, один раз в месяц. Спроси, где он был в ночь убийства. Если алиби не будет, скажи, что можешь помочь закрыть им дело. Что вы делали в ночь с семнадцатого на восемнадцатый? Это со среды на четверг. Да. Я вместе со своей семьей, мы встречали моих друзей из Тольятти. Они альпинисты, приехали. После этого мы приехали к нам домой. Посидели, выпили. Кто подтвердит? И, конечно же, есть люди, которые могут это подтвердить, да? Да, конечно. Моя жена, дети. Кстати, те же друзья. Он не врет. Он не врет? Да, конечно. Я по второму образованию психолог. И вижу, что он не врет. Говорит спокойно, четко, смотрит в глаза. Вы же сами это видите. Ну, Заня, сейчас позже тебя наберу. Раз шумится. Извините, давай. Извините, пожалуйста. Закругляйся с ним. Что произошло вообще? Можете мне объяснить, пожалуйста? Спасибо большое. Не волнуйтесь, все хорошо. До свидания. Заня, вы сейчас вот так вот и уйдете. Это ради этого я приехал? Да, телефоны свидетели, Василий. Нет, нет, конечно, нет. Напишите, пожалуйста, номера телефонов своих друзей. Левая рука. Пишет левой рукой. Добрый день. Сергей Юрьевич, а как фамилия этого бивня? А что, по кликухе слабо пробить? Нет, ну серьезно. Вы же сами сказали, теряем время. Хоботова ее фамилия. Студент, а ну пойди сюда. Сейчас, мне осталось совсем чуть-чуть. Скорейся, иди. Ёлы-палы, школьники. Учись, студент. Шевелить мозгами надо. А ну давайте-ка сюда. Ты что делаешь? Регистрируюсь в школьниках, как будто я из параллельного класса. А что дальше? А дальше будем чатиться с одноклассниками. Ну не такой уж популярный бивень, в среде одноклассников. Повенем пацана, земля пухом. А ну-ка глянь, кто вот этот пьющий? Володя Востеряков. Ответь ему. А что ответить? Может, вместе помянем? Хороший человек бивень был. Ну и что, что вор? У нас половина страны ворует. Для кого-то это, конечно, хобби, кому-то работа. Но вот только остальные его одноклассники что-то не сильно опечалят. Так в школе шугали же ж его. Он из-за этого даже татуху себе на руке свел, чтобы биография не светится. А я с ним даже пару раз выпил. Жаль, бивня. Слушай, я что-то не припомню тебя. Молодой ты еще, чтобы с нами в параллельном классе учиться. Скажи, что твой брат параллельным учился. С бивнем дружил. Так мой брат учился с ним в параллельном классе. Брадуха мой. Какой брат? Ну, а они с бивнем кореша были. Саня Кацапетов. Какой Кацапетов? Ты что мелешь? Кацапетов, Саня. Ты моего братуху не помнишь? Ты меня обидеть хочешь? Нет. Не хочу тебя обидеть. Не-не-не-не. Ай, ладно, Саня это. Вот знаешь, самое главное. Был человек и нет человека. И помянуть даже некому. Я вот. Брат твой. А! Саня Кацапетов вспомнил. Ё-моё. Привет ему передает меня. Да, Мохнач этот. Кто? Кто? Мохнач Олежка. Он у нас же ж по бабам первый был в школе. Одноклассник наш. Месяц назад, когда с бивнем отдыхал, он мне еще хвастался, что к нему Мохнач пару раз заходил. Так, не-не-не, подожди, я же видел фото с выпускного вашего. Ну? Ну, там никакого Мохнача не было. Он же тогда типа ангиной болел. А ну бегом в клуб. Снова проверь ящики в раздевалке. Градова и Мохнача. Пусть полностью покажут. Будут упираться. Припугни. Припугни, припугни. А что если некого припугать? Ящички есть, а хозяев нет. Девушка, скажите, а вы не знаете, где инструктор Градов? Так его сегодня и не было. А Мохнач? Ушел час назад. Он через пару часов улетает в Испанию. А зачем в Испанию? Невеста у него там. Как будто бы ему в нашем городе невест мало. Сергей Юрьевич, я уже в такси еду в аэропорт. Мохнач пытается улететь в Испанию. Кстати, вы были правы по поводу шкафчика Градова. Вот что я там нашел. На пальцах перчатки следы крови. Я же говорил, надо было Градова задерживать. Спокойно. Будем все делать по уму. Сначала привези ко мне Мохнача. Скажи, что он должен дать показания по поводу обвинения Градова в убийстве. Понял. Конец связи. Прошу сюда. Вы учтите, я буду жаловаться. Да вы вообще не имели права отменять мой билет. Почему я не могу дать ваши эти показания в другой день, а? Успокойтесь, присядьте, а мы поговорим просто. Я задам вам пару вопросов и все. А мой билет компенсируем. Правда, Стрябков? Да. И улетите вы в свою Испанию. Вам знакома эта вещь? Это обычные экипировочные перчатки. Такой расцветки я, по-моему, у Градова видел. Могу ошибаться. Нет, вы совершенно правы. Мы нашли ее в шкафчике Градова, а на ней следы крови. И я уверен, что эта кровь принадлежит человеку, убитого в квартире Смалева. Да вы что? Я никогда не думал, что Градов способен на такое. А он и не способен. Он левша. Левша? Левша. Простите, я вас не понимаю. Я сейчас вам все объясню. А давайте лучше поговорим на более отличенную тему. Скажите, у вас был одноклассник Хоботов? Ну, более известный по кличке Бивень? Ну, был. А при чем здесь Хоботов? Я уже лет пятнадцать не видел. Врете? Так, послушайте. Если это допрос, я без адвоката отказываюсь говорить с вами. А вы не говорите. Я буду говорить. Пару недель назад вы попросили Бивня об услуге. Вам нужно было, чтобы он открыл окно в квартире Смалевых. Как форточник Бивень работал всегда один. Но в этот раз он был беспредельно рад, что к нему обратился бывший друг детства. Вы первый из одноклассников, кто пообщался с ним за долгое время. Хоботов не догадывался, что вы призрали его точно так же, как и все другие. Он вам нужен был только всего лишь как инструмент. Чушь какая. Когда вы залезли в квартиру, Бивень сразу бросился потрошить имущество. Ну, что поделать, профессиональная привычка вас же интересовала совершенно другое. Чушь какая чушь. В стене дома над квартирой Смалевых мы нашли ваш скальный крюк. Ерунда, это не мой крюк, а Градова. И перчатка тоже это не ваша. Нет. Вы напрасно подкинули перчатку у Градову. Под подоконником на кухне был обнаружен след перчатки. Когда человек влезает на подоконник, берется за него опорной рукой. Если бы это был Градов, отпечаток был бы с левой перчатки. Прекратить эти ваши игры в Шеллока Холмса. Так, я отказываюсь от всех слов и показаний, что я здесь говорил. И от того, что у вас был роман с Анной. Смалевых? Вы о чем? В квартире Смалевых вы искали определенную вещь. В компьютере фотографию. Нашли, удалили и подумали, что дело закончено. Почему-то фотография вам так мешала. Ох, Настя, стой! Стой, тварь, стрелять буду! Заври! Вставай! Медленно вставай! Садись! Аня, Аня, перейдите туда! Вы в порядке? Да. Прости. Вы ничего не понимаете. У меня долги. Большие долги. Я нашел невесту в Испании, она могла меня спасти. Из-за нее я ушел от Смалева. Она эта сука ревнивая, понимаете? Она стала меня шантажировать. Сказала, что шлет фотографии в Испанию. Да если б свадьба сорвалась, меня просто грохнули и все. Ну что, что мне было делать? По крайней мере, не убивать Бивня. Да не убивал я его. Все, уходим. Куля! Мы с тобой добазарились. Я открываю окно и забираю свой барыш. Слушай, ты ничего не будешь здесь брать. Ты тебе окно открыл, квартиру пустил, по всем понятиям право на скарп имею. Слушай, недоумок. Я сказал, уходим, значит, уходим. Бивень. Черт. А если бы Смалева сохранила фотографию на почту или виртуальный диск, что бы вы делали тогда? Смалева тупая в плане компьютеров. Она, кроме бухгалтерии, ничего не понимала. К Смалевым вы взяли снаряжение Градова. Вы заранее решили его подставить? Нет. Это спонтанно получилось. А почему труп вниз не спустили? Там под балконом парочка тискалась. Они меня заметили. Ну что ж, отвози ее в отделение. Оформляй. Встань. Я не гноват. Это не я. Это все это Смалева, сука. Руки за спину. Мой муж, бывший, сам бы занимался так, что шутить со мной не советую. Ну что ж, в жизни каждый получает по заслугам. Кто проблемы в личной жизни, а я очередную порцию пыток. За мной... Смаля. Продолжение следует... Серхио, а чего-то у тебя дверь открыта, как всегда. Да это нормально. Ну тогда к барьеру, а я пока налью. А почему ты мне белое подсовываешь? Я же вроде проиграл последний раз. Форуды? Ты заслужил, Троцкий. Субтитры подогнал «Симон»